мы будем в перми пробовать пермскую кухню здесь есть что поесть и как говорят хорошие местечко для этого этого бар гриль вехатка или вехатка чисто по-пермски пойдемте это шаньга по-другому еще называют шанишка или шанечка по сути она похожа на ватрушку с кашей или с мятым картофелем или даже с творогом но не стоит путать шаньгу с ватрушкой ватрушка это изделие из теста наполненные до краев начинкой а шаньга лишь смазывается чем-либо сверху в отличие от ватрушки шаньги традиционно никогда не бывают сладкими принесли нам первое пермское блюдо называется шаньга с лососем помимо того что просто шаги с лососем это черная шаги с лососем потому что хлеб и ну вот этот хлеб пропитан чернилами каракатицы ну на вид просто кусочек булочки на нем лежит лосось который я хочу съесть где картошка в общем ничего эксклюзивного я не заметил но просто вкусная рыба вкусная шаньга каракатицы не чувствуется это ничего такого в этом удивительного нет что чернила каракатицы много где используют я я ожидала что шаньга будет такой ну как бы пирожок более типа мясного типа а тут сладковатое какое-то тесто как прямо ватрушки ну то есть она такое не даже что-то сладкое есть я думала она как типу но не знаю более пресное тесто вкусно кстати очень с рыбкой прям вот они по секундчике маленькие жареные пирожки старинное блюдо уральской кухни преимущественно пермского края главное что их отличает от остальных пирожков это невероятно сочная начинка их принято есть макая в соус который называется макалка мы пробовали соусы на основе горчицы и уксуса очень очень вкусно говорят что такое название из-за того что они брыжут соком при надкусывании есть и другая версия то что мясо для начинки очень мелко рубили буквально сек ли это по секундчики с мясом сказали есть их нужно руками обязательно чтобы был эффект и вот специальная макалка горчица в уксус что-то такое у меня сейчас слюни прям вообще вытекут мне кажется извиняете нет и не сильно горячо но они меня обсекли мы заказали еще по секундчики которые вот прям типа пермская пермская блюдо с капустой и с мясом и смакалкой ты по-моему это говорю мне очень понравились капустные прям вообще такие вкусные прям не знаю как с мясом но капустные вообще особенно вкусно это макалка но что двоечник все никак буквы не можешь запомнить как рисуются посмотри на других ребят в классе они давно уже все сделали а бестолочь ты бестолочь так надоело мне с тобой возюкаться а ну встал и вышел вон из класса вышел вон из класса как вы понимаете не всем детям подходит обучение в обычной школе есть дети застенчивые которые сложно социализируется есть часто болеющие есть спортсмены которым тоже приходится часто пропускать сейчас есть прекрасная альтернатива обычной школе это интернет обучение на дому с учителем недавно мы познакомились с онлайн школы интернет урок олесе осенью идти в школу и для нас как для путешественников возможно это станет хорошей альтернативой обычной школе обучаясь в этой школе вы не привязаны к месту и можно путешествовать с ребенком главное чтобы был выход в интернет и что немаловажно выдается аттестат гос образца приезжать нужно только на огэ в девятом классе на егэ при регистрации пользователь получает бесплатную пробную неделю то есть вы можете протестировать функционал платформы и решить для себя подходит вам такое обучение или нет ссылка на сайт будет как обычно под видео в описании как тебе урок первый вот интересно очень да про что конечно же на урале мега популярны пельмени и говорят что они отсюда пошли но местные жители вот я заказала здесь вообще в перми можно попробовать разноцветных разных разных пельмени именно здесь зелененький за счет шпината эти щукой на урале должны быть очень вкусные пельмени обязаны просто финно-угорские народы обитающие в придуралье считают пельмени своим блюдом оно переводится как ухо хлеб и выглядит пельмень как ухо на самом деле не только они претендуют на это блюдо также китайцы сибиряки монголы ну в принципе сказать ну ничего особенного вкусные просто пельмени но не ничего-то сверху мысли шли наконец нашли в этом кафе фастфуд это что там по-быренькому ляп-тяп-няп а есть кафе-музей вот нас интересует кафе-музей потому что мы здесь можем попробовать настоящую пермятскую пробуем пермятский напиток туринув ва в общем это напиток из клюквы и рябины рябины вкусно ты пробовал когда-нибудь напитки из рябины не это крылья не было олесь попробуй пельмешь рябину чем понравится вкусно дай папе попробуй тоже да пахнет рябиной да попробуй уже хватит кривляться не рябиной пахнет правда удивительно приятный вкус да такой свежая чуть грековатый сладко также мы решили попробовать сугудай и судакам я не знаю что такое сугудай я знаю что такое из судака в общем судак маринованный называется сугудай вообще думаю любая рыба маринованная рыба правильно ну это такая как из норвегии такой такой тоже берут норвегии не соленая чисто маринованную я смогу это есть ну да я подсолил бы я попробую сугудай подожди какая здесь приправа лимонным соком полили лимон суши это лимонный сок это как я креветки ем с лимоном мне хотя нравится не просто правда вкусно лес попробуй кстати как тебя по секундчике в сравнении с вчерашними где вкуснее там там есть разница на суши а вы были дешевле это точно суши на сугуда я еще одну съем и тебе оставлю у меня кундюмы с лесными грибами ну это в общем пельмени с грибами мы даже прочитали что 16 века этот рецепт старинный русский рецепт вот известно 16 века там есть особенности там тесто делается как-то особенно там очень кундюмы это типа пельмени с грибной начинкой в отличие от пельменей кундюмы не отваривают а вначале пекут а затем томят в духовке я заказала коми пермецкий борщ или борщ по коми пермецкий видимо по какому-то старинному рецепту он подается в хлебе крышечка до которая натирается чесноком сейчас попробуем с телятины очень вкусно я сегодня очень хотела борщ весь день вот игла что самое главное все съедобное сказали что все поесть дочери горбушки на чесноком помазать подожди чтобы не болеть очень вкусный вкуснее чем бабушка готовит папа вкуснее готовит нет алиса конфеты не получишь папа вкуснее готовит папа вкуснее готовит просто это вкуснее пропитанным борщом ешь 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 в окрестностях перми весной на полях начинается ажиотаж народ толпами идет собирать пистики 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 все такое пистики это хвощ полевой его здесь очень любят и вот мы заказали одно блюдо с ним называется пистики пистики сметане до до тушеные сметане даже сказал пермское блюдо а хвощ у нас едят я не знаю надо посмотреть ну что скажешь вообще вкусно почему такой ажиотаж зря мы весь хлеб съели на был сливом нет ну как бы необычно да такое но не шпинатовый вкус ну не вкусно вкусно просто как бы надо понять где-то такое что-то дает отдает шпинатом конечно рискну я попробовать пистики почему рискнуто ну в общем так немного горохового вкуса мне кажется я просто его не люблю щавель но мне что-то кажется похоже на щавель нет ты вот ну и что щавель шпинат они принципе там рядом да конечно я люблю тебя снимает скрытая камера ну лизь ну не проявляйся попробуйте сначала ты же не расподелаешь ну ка леся были не нравится ну непривычно для детей они как бы это и пхали там не поняли не детское это блюдо ну все равно есть сходство ну такая консистенция пхалевская вот какая она пермская или пермятская кухня захотелось что-нибудь попробовать напишите и конечно ждем от вас лайки скоро новое видео жмите на колокольчик чтобы не пропустить те ремонт пхух у пхух у он а а а Субтитры сделал DimaTorzok